Всем привет! На прошлом занятии мы попытались с вами сделать инициализацию дисплея. Теперь как-то будем продолжать на этом жидкокристаллическом дисплее пытаться вывести какую-то информацию. Для этого нам потребуется ещё одна функция, которая будет точно знать, что мы подаём с вами именно данные, а не команду. Ну назовём её, например, SendChar. Вот такая вот. А в ней SendByte. Не очень такая затейливая функция. Вот этот мы передаём и говорим, что это будет передача данных. Всё. Ну соответственно мы теперь попробуем эти данные с вами туда передать. Так. Всё. Ну какой-нибудь там… Ой. Не знаю. Символ. N что ли. Ну ещё один. Ну код у нас собрался. Попробуем этот код запустить. И у нас тут ничего нету. Потому что мы с вами не написали функцию того, что мы будем передавать с вами байт в определённую часть памяти DDRAM. Видеопамяти. Вот. Ну для этого нам надо сделать какой-нибудь SetPos. То есть SetPosition. нужно объявить по X и Y. В какое именно нам место писать с вами символ. Так. Ну тут наверно будет у нас две переменных X и Y. вот здесь… Здесь одна нагрузка. И потому что у нас есть две переменники. Вот. Ну вот. Вот здесь. Сумборочка. Ну вот, вот. 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 нам и переменная потребуется. Ну а как ничё адрес, например. Ну и затем пишем адрес равен. Здесь вот так. Сорок. У нас так организована видеопамять. Следующая строка она начинается с сорок первого шестнадцатеричного числа, а вообще всего сорок на строку на какую-то даётся на линию и сорок именно на десятиричных. А дальше от сорока десятиричных до сорока шестнадцатеричных запрещённую область памяти, которую нам трогать нельзя, ни читать, ни писать туда нельзя. Так умножаем на y соответственно. Ну и плюс x. Вот так. И затем мы согласно табличке здесь вот когда DDRAM адрес устанавливаем, он у нас 7 битный, а 8 бит должен обязательно быть в единичке. Как раз это будет и команда, что мы устанавливаем с вами адрес. Вот. Ну и вернёмся в код, поэтому мы его по или сложим с вот таким вот числом. 7 бит младших мы не трогаем, а старший мы установим с вами. Ну и всё, send byte. Вот этот адрес мы с вами теперь передадим. Ну соответственно это будет ещё пока команда. Это ещё не данное. Это мы просто заставим контроллер переместиться именно к этому адресу. Я-то думал он по умолчанию там уже указатель стоит. Оказывается нужно обязательно. Ну здесь даем setPost. 0.0. Запятая должна быть у нас. Вот. Ну если сейчас мы ничего не увидим, то будем долго упорно искать в чём же будет у нас тут какой-то подвох. Вот ничего мы не видим. Значит, это дело было не в этом. Так. Ну вот. После долгих упорных плясок с бубном мною нашла была обнаружена ошибка. Всё-таки вот здесь вот точка с запятой нужна, потому что оси интерпретатор всегда разный. Но тем не менее не будем тужить. Главное, что ошибка нашлась. То есть, сейчас у нас с этой точкой с запятой код теперь нормально собирается и вот здесь вот в протеусе мы с вами видим nm. Ну давайте попробуем что ли в другой позиции что-нибудь написать для пущего интереса. Например, 8.0, x, f, ну как-то вот так попробуем сейчас. Соберём код, ещё разочек. Ну вот как мы с вами видим, вот у нас на другом, ну давайте ещё попробуем на другую линию. Это мы на нулевой линии с вами. А мы сейчас попробуем ещё что-то на первой выведем линии. Наверно мы сегодняшнее наше занятие четвёртое разокруглим, а в пятом мы наверное попробуем с вами написать ещё функцию, которую будет не посимвольно получать данные в контроллер дисплея, а целыми строками. То есть ну и плюс к тому ещё я как раз к этому времени постараюсь всю эту схемку собрать в живую и мы посмотрим на натуральном жидко-кристаллическом дисплее. Плюс ещё значит ко всему прочему нам необходимо будет написать библиотеку для LCD чтобы у нас тут в основном модуле тест 0.9 там или тест 0 сколько-то оси не находился. Этот код инициализация дисплея и так далее всяких усартов, у артов мы их будем выносить в отдельные модули. Будем подключать другие файлы. Надо всё это уносить туда чтобы глаза у нас тут всем этими кодом этих функций не мозолились. То есть будем ещё оформлять. То есть мы пока научились правильно красиво оформлять функции, а теперь мы эти функции ещё попрячем. То есть у нас будет только основной код. Вот ну как мы видим у нас слава богу всё работает. Символы выводятся, это уже хорошо. То есть мы уже многого добились, научились работать с жидкристаллическим дисплеем. Всех поздравляю. Вообщем всем спасибо что слушали, смотрели. Всем удачи. Всем пока. Ставьте лайки, комментарии пишите и подписывайтесь на канал. До свидания.